добрый день дорогие зрители канала садовый мир и снова о картофеле у нас уже вторая декада июня идет и посмотреть какая красота картошка радует жука мы победили не успел он к нам прийти картошечка наша расцветает три замечательных сорта которые мы приобрели в прошлом году опробовали оставили на семена это наташа кристель и белороза вот здесь у меня на двух грядках она последнего там на дальнем плане новички антоциановые сорта картофель от компании zedek майами и гурман обязательно поделимся с вами впечатлениями чуть позже когда начнем копать урожай напомню нашу картошечку мы сажали рассадным способом помните проращили в ящиках это дает нам фору во времени сбора урожая потому что если посмотреть за заборах соседям они сажали просто пророщенными клубеньками с глазочками и тем не менее наша картошка в два раза выше и уже цветет таким образом на небольшой площадью можно позволить собрать более ранний урожай именно таким способом конечно же на гектарах на больших участках такой способ покажется трудоемким но если у вас небольшая площадь можно побаловать себя ранним урожаем у нас регулярно идут дожди картофель получает своевременное увлажнение но тем не менее вот эти обильные осадки они в том числе и вымывают питательные вещества из почвы мы создали вкусные лунки положили перегной органические компоненты внесли минеральное адресное удобрение для картофеля но посмотрите картофель растет он расходует все что у нас положено в лунках и ему требуется больше пришло время промежуточной подкормки в процессе вегетации обычно мы ее делаем до момента смыкания картофельных рядков между собой больше потом картошечку мы уже кормить не будем вот мы нагрядачка специальном картофеле посмотрите он тоже уже набивает цвет и стебли в него тоже с признаком антоциана чем же она полезна тем что такая картошечка содержит пониженное количество крахмала это очень полезно для людей страдающих диабетом и для диетического питания в том числе и детского чуть позже мы с вами надеюсь обязательно его продегустировать посмотрите все мои посадки находятся под мульчей я для подкормки сдвигаю мульчу на сторону делать это удобно в междуряде и беру адресное удобрение для картофеля которые я использовала для посадки добавлял его в лунку это фертика картофельная содержит весь набор питательных элементов формуле азот фосфор калий 11 9 и 16 обратите внимание что калия 16 процентов вот в процессе цветения и клубное образование это необходимый элемент для картофеля и в том числе 9 микроэлементов которые необходимы для полноценного развития этой культуры 30-40 граммов на квадратный метр нужно внести будет прямо на бороздке непосредственно россыпью и заделать его верхний слой возвращая мульчу на место вот и вся подкормка ничего сложного можно доверить даже подросткам посмотрите я беру удобрение и чуть-чуть слегка россыпью вношу можно заделать плоскорезом тяпочкой но я предпочитаю это делать рукой почва рыхлая подмульчена дышащая рассыпчатая и сделать это просто не повреждая молодых росточков столонов вот таким образом можно даже провести небольшое подокучивание смотрите какая земелька рыхлая и снова возвращаем мульчу на место прошел дождичек благодатный впереди у нас по прогнозу очень жаркие дни до 30 градусов и больше предотвратить нашу почву от пересыхания кстати важная земля сейчас перемешанные с гранулами будет размачивать каждую гранулу и все необходимые элементы питания микроэлементы будут растворяться во важной почве и конечно же питать наше растение если почва ваша сухая нужно обязательно свои посадки потом полить тогда удобрение достигнет своей цели и ваша картошечка скажет вам спасибо надеюсь что наши посадки скоро у нас догонят основные антационная картошечка зацветет мне интересно какого цвета будут цветочки мы вам тоже об этом расскажем ну а урожай собирать будем вместе копать картошку тоже будем вместе и посмотреть что у нас в итоге получится теплого вам лета щедрого урожая и конечно же с удовольствием работать на своих урожайных грядках они благодарят вас отменным клубами картошечки и других овощей